Горнохимический комбинат, верный своей традиции нести культуру в массы, на минувших выходных организовал для творческой интеллигенции Железногорска поездку на международный Каннский видеофестиваль. Правда, не в город Канны, а в город Канск. Мероприятие под таким названием проходит в Каннске уже 13 лет подряд и неизменно пользуется успехом у любителей арт-хаусного искусства. В этом году журналистам «Информэкспресс» удалось побеседовать с одной из родоначальниц видеофестиваля и его арт-директором Надеждой Бокурадзе. Мы должны быть директорами Каннского видеофестиваля на один год. Но как-то у нас Каннск к себе привязал, поэтому мы проводим уже фестиваль в Каннадске. С чего начиналось Каннский кинофестиваль, видеофестиваль? С чего начиналось сегодня? Если сравнивать, мы приезжали небольшой командой со стопкой в DVD-дисках, показывали в зале для местной молодежи, которая каким-то чудесным образом добывала нас информацию. Теперь это большой серьезный фестиваль, это большой серьезный жюри. К нам приезжают хорошие, известные, именитые режиссеры. И конкурсная программа, если мы, допустим, в первый год получили 200 заявок, то вот ибо другое. Разница колоссальная. Наш президент Андрей Сильвестров демонстрировал программу Каннского фестиваля. Это было такое лучшее из конкурса. Это было, наверное, лет 8 назад, если я не ошибаюсь, в Каннах во время международного Каннского кинофестиваля. Так что мы в Каннах виртуально побывали, но решили, что ежегодно повторять этот стопку не надо, потому что мы здесь занимаемся немножко другими вещами, которые важны для нас и, надеюсь, для местных жителей тоже. В этом году посетителям презентовали арт-объект на набережной реки Канн, скамейку, проект которой набрал наибольшее число голосов в прошлом году. Поездки от Железногорска, помимо самих сотрудников горно-химического комбината, в том числе и члены молодежной организации ГХК, приняли участие деятели культуры и журналисты, представители практически всех СМИ города. Помимо презентации арт-объекта, мы побывали на инсталляции французского художника, а также на подведении итогов фестиваля, смогли пообщаться на пресс-конференции с режиссерами представленных фильмов. А в заключении всех гостей Каннского фестиваля ждал роскошный подарок от организаторов выступления американской экспериментальной группы Secret Chiefs 3. Продолжение следует...